За кулисей это отдельный мир, и генеральную репетицию новой постановки театральной школы Домино посетила наша съемочная группа с учениками медиашколы Академии Телевидения. У ребят была возможность пообщаться с юными актерами и, конечно, с самим режиссером-постановщиком спектакля. Меня зовут Король Эльчон. Мы с родителями переехали. Это был очень старый дом с мансандрой подвала. Его окружал хороший сад с загонными старыми деревьями. «Каролина в стране кошмаров» — так называется новый спектакль театральной студии Домино, генеральная репетиция которого состоялась в ДК железнодорожников. В основу постановки легло известное произведение английского писателя Нила Геймана. За генеральным прогоном постановки наблюдали и воспитанники Академии Телевидения. Это самое масштабное представление в истории театра Домино. В нем участвуют более 50 человек. Только посмотрите на их костюмы. Представление было продумано до мелочей, так что нас ждет что-то очень грандиозное. Все участники спектакля, а это актеры, танцоры, цирковые артисты, начали подготовку еще в декабре. Все для того, чтобы удивить зрителей. Одна из главных особенностей произведения — эффект полного погружения в рассказанную со сцены историю. Этот спектакль будет в пространстве. То есть называется полуинтерактив, его можно назвать 3D-спектакль. Что это такое? То есть, если зритель ощущает себя полностью в этой истории, внутри нее, несмотря на то, что ты сидишь вот здесь или вон там в первом ряду сидишь, это все равно. То есть, касаться история будет тебя со всех сторон. Будет действие происходить, вот видите, да? Раз, два, три, четыре, пять. Пять мини-сцены, еще одна большая. Все проходки, все работают. Все зоны очерчены изолентой, куда нельзя заходить зрителю. Ощущение, что с тобой что-то сделают, но не сделают, конечно. Хотя не знаю. История повествует о девочке-подростке, которая оказывается в альтернативной реальности. Вначале очень радуется, а затем пытается найти из нее выход. Я буду играть девочку, которая попала из-за своих жизненных ситуаций в другой свой мир и пытается отвлечься от всех бед, которые происходят в ее жизни. Во-первых, я хочу всем сказать, что надо не унывать в этот момент, когда у тебя сложный период в жизни. Надо справляться с этим как-то по-своему, может найти какую-нибудь стратегию. Среди юных актеров и новички, и те, кто в школе домино обучается уже не первый год. А что говорит мама? Она сказала, что ты не пойдешь в эту погоду в город или на джонс. Ну, тогда нет. Например, Дмитрий Иванов занимается театральным искусством 6 лет. В постановке исполняет роль папы главной героини. Это роль для более взрослых людей, которые имеют опыт за плечами, которые больше похожи на отцов, имеют опыт воспитания. Прежде всего она. Поэтому, да, одна из самых сложных. Помимо родителей, Каролину окружают тетушки, дядюшки, соседи и даже питомцы. Моя роль – кот. Я участвую в спектакле «Каролина. Стране кошмаров». Я выступаю в роли мистического персонажа, который является неким проводником между мирами, который охраняет и оберегает Каролину во всем ее путешествии. Премьерные показы спектакля в Доме культуры железнодорожников состоятся 15 и 16 мая. Вход свободный, однако предварительно нужно записаться через группу театра ВКонтакте.